Всем привет! Сегодня у нас на осмотре новый электровелосипед, хотя вернее похож он больше на скутер, так что назовем его электроскутер Пикник. Это модель новинка 2018 года. Модели Пикник у нас уже немножко было, поэтому не мудрствуя лукаво мы назвали его Пикник 2018. Чем же примечателен данный электроскутер? Первое, он заказан нами торговой маркой Skybike у китайской компании, с которой мы работаем уже почти 10 лет. Широкая, удобная подставка для ног, как на скутере. Опять же, передние обтекатели служат защитой от брызг и ветра. Небольшой карман для мелочевки, крючок для кулька с покупками. Руль и органы управления также идентичны скутерным, спидометр и зеркала. В движение электроскутер приводится шаговым бесщеточным электромотором переменного тока мощностью 350 ватт. Над мотором и сзади колеса, опять же для защиты водителя от грязи, брызговик. Электроскутер оборудован как центральной опорой, так и боковой подножкой. Задние тормоза барабанные, рычаг заднего колеса подрессоривается двумя амортизаторами с регулировкой жесткости. Педали, правда, на данной модели, скажем так, показательные для отвода глаз товарищей, контролирующих движения по дорогам общего пользования. Пользоваться ими крайне неудобно. Снизу под сидушкой видна батарея аккумуляторов. Кстати, по нашей просьбе, скутер укомплектовали тяговыми свинцово-гелиевыми аккумуляторами компании Tianeng, одного из лидеров китайских производителей. Исходя из нашего опыта, могу с уверенностью сказать, что эти батареи одни из лучших. Возвращаясь к предыдущим моделям пикник, на данном электроскутере емкость батарей увеличена в два раза. Переднее колесо на телескопических масляных амортизаторах. Тормоз, также барабаны. Так, ну, а светотехники? Достаточно большая фара с ближним и дальним светом. Передние поворотники на рулевом обтекателе. Задние поворотники интегрированы в фонарь вместе со стоп-сигналом. Электроскутер оснащен охранной сигнализацией, которая также может включить бортовое питание. На информационном табло мы видим вольтаж батареи, одометр пробега, цифровой спидометр, емкость батареи, индикатор включенного света фар. Справа на руле есть кнопка контроля скоростного режима, который позволяет ограничить максимальную скорость в 20, 25 и 30 км в час. В задней части на металлическом багажнике небольшой закрывающийся на ключ пластиковый кейс. Он же может служить под спинком. Сидушка на электроскутере достаточно широкая. Под ней есть небольшое отделение. Вот достаточно полезная штука. Общий рубильник питания на весь скутер. Сейчас здесь у нас находится инструкция пользователя на русском и украинском языке и зарядное устройство. Ну вот, примерно так. Если видео оказалось полезным, ставьте палец вверх, простимулируйте нас для следующих видео обзоров. Если не хотите пропустить наши новинки, подписывайтесь. Всем пока!